Всем привет, меня зовут Эльдана, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду рассказывать вам о пяти любимых фильмах, и которые я могу просто пересматривать, потому что не все мои любимые фильмы я буду пересматривать. А тут пять лучших фильмов можно смотреть вечно. Они даже у меня скачаны на компьютере. Не все, но большинство. Поэтому, если вам интересно оставаться со мной, поехали. Всегда, когда я говорю любимый фильм, у меня сразу вспоминается фильм «Прошлой ночью в Нью-Йорке» с Кирой Найки. Ну и еще другими актерами, но я всегда так ассоциирую. Это фильм 2010 года, который снимается Кира Найтли, Гиом Кане, француз просто, который покоряет меня своей улыбкой. Там же также есть актер Сэм Уортингтон, кажется, так его зовут, не помню точно, но он тоже мне безумно нравится. И, ну, в общем, еще одна актриса, вот, здесь я ее оставлю. В общем, да, я обожаю этот фильм, во-первых, потому как он снят. Я обожаю атмосферу этого фильма, он такой красивый, он такой чувственный, такая музыка там шикарная. Игра, конечно, актеров просто потрясающая, плюс мне нравится сам сюжет. В общем, молодая пара, которая уже живет несколько лет вместе, они женаты, все окей, все хорошо, жизнь идет, все прекрасно. И в один вечер их отношения становятся, их любовь становится под сомнение, и вообще, как одна ночь может все изменить. Поэтому очень мне нравится сюжет, и мне нравится безумно концовка. Кстати, режиссер этого фильма девушка, я думаю, поэтому мне он еще очень нравится, что она это все так передала, как, возможно, парень бы не смог, мужчина, да? Вот, поэтому это любимый мой фильм, я его обожаю, я его пересматриваю. Абсолютно все нравится, всем советую. Хотя я думаю, что он не всем понравится, это, наверное, такой фильм, который, ну, на своего зрителя. В общем, да, я прям обожаю этот фильм, все рекомендую, если вы смотрели, напишите, что вы думаете, если не смотрели, посмотрите. Просто обожаю, обожаю просто, сенс-шок. Следующий фильм, я смотрела его в этот же период, когда я смотрела прошлую ночь в Нью-Йорке, называется «Прежде чем мы расстанемся». Там снимается Крис Эванс и еще одна девушка, которая новое имя тоже забыла. Алиса Иб, я записала. Фильм 2014 года, и он тоже, как мне кажется, в стиле прошлой ночи в Нью-Йорке, он немного такой грустненький. Музыка, музыка, это просто отдельный вид искусства в этом фильме, она меня так цепанула, мне она так нравится. Я вчера, когда смотрела трейлеры, я вспомнила эту музыку, и меня прям сразу столько мыслей, столько мыслей, и я думаю, вау, 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 это просто шикарно. Этот фильм об одной встрече, вот мне кажется, нравятся такие фильмы, где все за, а с фильмом идет об одной ночи, об одном вечере, да. Рассказывается история тоже незнакомца, был, который встречается в Нью-Йоркском вокзале и проводят ночь вместе, знакомятся, как узнают друг друга, и вообще просто, да, мне очень очень нравится, такой уютный, такой теплый, такой атмосферный, со своей какой-то изюминкой. Грустненький, как мне кажется, и класс. Стиль «Вот прошло ночи в Нью-Йорке», эти два фильма, они как бы сюжетом не похожи, но они для меня это как один стиль. Следующий фильм, это фильм, который я буду рекомендовать всегда всем, который мне даже посоветовал мне мой друг, и называется «Жизнь прекрасна». Это фильм 97-го года, старый фильм про еврея, про его оптимизм, про то, как он справлялся во время войны с митинскими гонениями, и вообще получается, я сама по себе оптимист. И для меня, герои этого фильма, это просто наивысшая степень оптимизма, веры в лучшее, я не знаю, меня это так восхищает, я всегда просто плачу после этой истории, после этого фильма, потому что он так цепляет, и это у меня нет слов описать какой-то великолепный фильм. В общем, действительно, фильм происходит в Италии, рассказывается про Юрея, про его семью, он женится на немке, у них рождается сын, и как раз-таки в период, когда ребенку, не знаю, 4-6 лет начинаются гонения, и он говорит своему сыну, что это все игра, все пройдет, что в конце этого игры штанг, еще что-то такое, ну, не дает видеть сыну вот эту всю ужасную часть этого мира, да, и максимально для своего ребенка сильный такой, верующий такой, оптимистичный, и дает такой пример своему ребенку. Фильм заканчивается, и ты просто сидишь и репешь еще минут 30, просто от того, что как в жизни там все ужасно бывает. Мне кажется, такой фильм нужно смотреть всем, все, мне уже нечем сказать. Очень люблю этот фильм. Я его не так часто пересматриваю, в силу того, что я не могу просто эмоционально это выдержать, но очень рекомендую. Следующий фильм, фильм «Катастрофа», выпущенный в 2012 году, это фильм «Невозможное». Я его тоже безумно очень люблю, это фильм про катастрофу, про цунами, которое произошло в 2004 году в Таиланде, про семью из Британии, которая поехала на этот отдых. И этот фильм на реальных событиях, он рассказывает про то, как семья, британская семья, поехала отдыхать, встречать новый кот в Таиланде. Период как раз-таки встречается цунами, вследствие которого вся семья просто теряется, на острове, в Таиланде, не могут друг друга найти. Фильм рассказывает о том, как они проживали, переживали цунами, как они искали друг друга. И, кстати, там снимается Том Холланд, малыш, еще совсем не знаю, сколько там ему лет, лет 9-10. Он безумно шикарно сыграл, я еще тогда не знала, кто он такой. Именно актерской игрой поразил меня, как они передали все эти эмоции. Есть там сцена, я ее обожаю просто. Это момент, когда они все воссоединяют, это уже практически конец фильма, отец и там три сына было, они находят друг друга. И сцена еще снята в круговую, получается. И там показываются вот эмоции Томаса, эмоции маленьких детей, как они кричат, и просто они бегут друг другу на встречу, обнимаются. Столько, столько эмоций в этом фильме, я поражена. Я обожаю этот фильм. Да, он такой грустненький немного, но те эмоции, которые вызывает этот фильм, это просто вау. А в конце также показывается настоящий герой фильма, то есть с кого была списана картина. Очень клевый фильм, я его реально всем рекомендую. В принципе, как все, я в этом списке пять фильмов. Просто посмотрите, пять дней уделите, и потрясающе. Я нет слов. Следующий и последний фильм, это «С любовью Росси». Это самый легкий фильм в моем списке, просто потому что я очень люблю эту историю. Фильм снят по книге, книга Сесилия Ахилен, которую я тоже люблю. И книга, она в виде писем, то есть там нет глав, каждая глава — это каждое письмо. Получается, идет переписка двух маленьких детей, начиная с их возраста, не знаю, 70 лет. Ой, 70. 7-10 лет. Я не знаю, может быть, тебе и раньше. Они переписываются, отправляют друг друга письма, и так на протяжении всей жизни написана книга. Короче, письмо Рози, письмо Алекса. Рози, Алекс, Рози, Алекс. Итак, миллион-миллион лет. История рассказывается о двух ребятах, друзьях, мальчики и девочки, Алекс и Рози, которые с самого детства были всегда вместе, там проводили время, очень близкие друзья, все дни рождения. По детскому периоду вместе прожили, вот начинается уже студенчество, один влюбляется друг улова, но они не могут признаться в этих чувствах. Чтобы сохранить дружбу, они не признаются в своих чувствах, хотя оба влюблены и не знают вообще, как к другой реагируют, поэтому боятся и не рассказывают. Проходит время, проходит жизнь в них идет, все хорошо, у каждого свои отношения, но в душе они все равно очень сильно привязаны друг к другу, очень любят друг друга, и несмотря ни на что, они всегда друг друга поддерживают и придут на помощь. Проходят года, миллион тысячи лет, просто в конце они понимают, что они не могут по-другому, они соединяются. Но это подходит в книге, если я не ошибаюсь, к 60-70 годам, то есть очень-очень поздно, и этот фильм как раз-таки мне нравится тем, что имущ меня тому, что не надо вот, не надо просто про всю свою жизнь молчать, да? Не знаю, не рассказывайте свои чувства, и вообще, можно же вот так потерять, ну сколько лет мы могли вместе прожить, Вообще, просто, что такое? Еще, конечно же, что мне нравится в этом фильме, там снимается Лили Коллинз и Сэм Клаффлин, просто вот Гиом Кадет, Сэм Клаффлин, я обожаю их, потому что у них улыбка такая, ты смотришь на их улыбку, все, ты таешь, таешь, ничего больше в жизни не надо, вот сейчас я посмотрю на них снова, и умру. Еще акцент, акцент-то какой, у Клаффлина, я прям обожаю, хотя мне не очень нравится, как он сыграл в фильме, как же он называется, До встречи с тобой, вообще не люблю этот фильм, сегодня, кстати, 22 число, и сегодня выходит вторая часть, сериала «Эмилия в Париже», я обожаю этот сериал, потому что это Париж, потому что это Лили Коллинз, американка в Париже, просто, просто ла-ла, сегодня уже буду смотреть его, вот, такой список, моих пяти любимых фильмов, которые я могу пересматривать, а для меня, вообще, я очень много фильмов люблю, но так, чтобы пересматривать, это не часто, вообще, у меня они все по настроениям делятся, есть у меня, которые, фильмы, как триллеры, которые я обожаю, которые нужно думать, есть фильмы, какие-то старые, там, 2007-2006, настроение, типа, «Златкий ноябрь», «Интуица», вот что-то такое, да, очень люблю такие фильмы, тоже есть своя подборка, есть еще фильмы, черно-белые, просто, очень-очень старые, в основном, это с Велли Хэбберн, я все пересмотрела с ней, спасибо вам большое за просмотр, с вами Ива Ланя, Эльдана, подписывайтесь, ставьте лайки,